Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал! Презентация новой коллекции «Весна-лето 2024» под маркой Burberry состоялась в рамках фэшн-марафона «Недели моды в Лондоне». Это уже второй показ дизайнера Дэниела Ли в роли нового креативного директора именитого британского бренда. Модное действие устроили в северной части столицы. В зеленом парке установили огромный тент и длинные ряды парковых скамеек. Рядом расположился очень английский гастрономический фургон, где костям раздавали пирожные, горячий чай, а для тепла и комфорта предлагали шерстяные пледы. На шоу царила приятная, непринужденная, уютная атмосфера. Никто из зрителей не вел себя как суперзвезда. В ожидании начала шоу все сидели в хорошем настроении и подружески оживленно болтали, что довольно большая редкость на подобных мероприятиях. Дефиле стартовало с монолитных, словно бритвой скроенных курток в стиле милитари и культовых для марки Burberry тренчей. В отличие от предыдущей дебютной коллекции, сегодня Дэниел Ли уже более громко заявляет о радикальных методах перестройки бренда. Не зря совместная линейка женских и мужских образов на весну-лето получила название «Эволюция стиля». Дизайнер отошел от привычного силуэта и клетчатого принта. Классический плащ приобрел двойной воротник и заниженную линию талии, которая теперь оказалась на уровне бедер. Лично мне такая идея не нравится. Хотя бы потому, что многим не подойдет по типу фигуры. Да и со спины выглядит словно баул со сползающим ремнем. Знаменитые тренчи Burberry теперь вряд ли разлетятся, как горячие пирожки. Вполне возможно, они так и будут пылиться в бутиках. Но при этом нельзя не отметить свежие модные акценты в коллекции. В фэшн-индустрии, перенасыщенной логотипами Дэниел Ли уже по какой-то негласной традиции с приходом на руководящую должность, обновляет главную эмблему компании. Самое уникальное здесь – символы дома моды дизайнер изобретательно внедряет в одежду и аксессуары. В том числе в яркий рисунок по ткани. Оригинальный принт сменил характерную для британского бренда клетку и придал образам модной линейки более современную динамику и характер. Изображения рыцарских доспехов переплетаются на платьях, юбках, тренчах с цепочным узором. Просматриваются в металлической фурнитуре на поясах и сумках. В форме щита замечены в ювелирных украшениях и на дужках солнцезащитных очков. И это еще не все. При дальнейшем просмотре, друзья, вы увидите не менее стильные наряды с фруктово-ягодным принтом. А ближе к финалу подиум вспыхнул сочными красками лета, наполнив от души гардероб восхитительным ароматом роскошного букета полевых цветов. По отзывам гостей показа, фаворитам новой коллекции единогласно признана обувь. И да, Дэниел приложил немало усилий, чтобы представить на подиуме целую подборку отличных моделей на теплый сезон. А ведь я даже и не припомню, чтобы дом в Бёрборе был когда-либо силен в этом вопросе. Мюли на устойчивом каблуке, плетеные либо с гламурным блеском, или же открытый с перемычкой, который запросто теперь принято сочетать с сетчатыми колготками. Плюс еще элегантные солидные лоферы, босоножки с изящной шнуровкой. В общем, все лучшее для нашего стильного модного аутфита. Как отметил в комментариях Дэниел, эта работа намного больше, чем просто шоу. Мы делаем эволюцию главных кодов бренда, чтобы в конечном итоге создавать вещи, которые люди захотят носить. Насколько успешно дизайнер и его творческая команда справились с поставленной задачей, мы, друзья, надеюсь, узнаем из ваших комментариев к видео. Приятного вам просмотра, всем совершенства и красоты! Чтобы на небе не тучки, не облачко, а в душе позитивного, солнечного настроения! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok